Всем привет! В этом видео я хотел бы рассказать о том, как я пробежал полумарафон, как готовился к нему, какие ощущения до забега и какие ощущения после того, как я пробежался. Тренироваться я начал примерно за две недели, как узнал, что будет забег и это дистанция. Мы зарегистрировались и начали тренироваться, начали бегать, часовой забег, интервальный бег был, различный бег на время, на час, то есть набегали саму весь объем беговой, то есть надо было набежать как можно больше расстояния. Также сюда входили подготовительные упражнения, это упражнения на пресс, на прокачку спины. Забег состоялся в выходной день. В 11 часов пришло очень много людей, более 3,5 тысяч различной подготовки. Люди были от людей, которые профессионально занимаются легкой атлетикой и бегают на эти дистанции. И просто люди, которые любят здоровый образ жизни и не прочь пробежаться. Дистанции были различные, 3 километра, 10 и полумарафон. Погода была очень жаркая на этот забег и очень тяжело далась вторая половина. После 15 километров очень тяжело начало бежать. Температура воздуха была, наверное, плюс 27-28. Очень сильно прогрелся асфальт и очень сильно в ноги отдавало. Так что тяжело было бежать, наверное, легче было, если был какой-нибудь дождь. Очень хотелось пить. Было сильное обезвоживание от того, что была жара. После того, как я отдохнул в обед, и после обеда мы пошли на улицу с ребенком, я понял, что все болит, болят икры, все забито, болят ноги, коленные суставы стали болеть после этого забега. Ну и потом быстро это все прошло, восстановилось. То есть тут большой угрозы такой нет. Вся мускулатура болела от спины, трапеции, то есть очень, наверное, большая была нагрузка на организм. Также на этом забеге присутствовали люди с благотворительных организаций, которые бежали с различными детьми, с инвалидами и с людьми с различной инвалидностью, выпихали перед собой коляску и менялись. Их было 4-5, и они бежали тоже полумарафон, и они очень мотивировали, то есть бежать. Не было стимула такого остановиться, то есть хотелось добежать до финиша. Мотивируют такие люди, которые находятся рядом, которые бегут с тобой. Они очень позитивные, очень открытые. Что касается меня, то свою задачу, свою цель, которую я ставил, я выполнил, то есть добежать до финиша, то есть пробежать полумарафон. Это мой первый полумарафон был, и мы к нему быстро готовились. Не было такого большого промежутка времени, чтобы мы узнали просто про него поздно. Мы пойдем дальше, дальше будем цели ставить и также будем их выполнять. Также хотелось отметить, что одно смотреть или читать, как подготовиться, как бежать, посмотреть какое-то видео, почитать что-то другое, оказаться в той атмосфере, когда люди бегут, когда бежишь ты, когда ты испытываешь себя, свои силы, свою настойчивость свою. То есть одно посмотреть мотивационный ролик и один раз вечером пробежаться, на утро все будет болеть и кинуть это дело и не довести до какого-то логического завершения. Другое, когда вы все это выстроили, пробежали и добежали. Пробуйте, бегите. Если вы любите бегать, пробуйте с каких-то начальных дистанций, 5 километров, 10. Регистрируйтесь, если это где-то в вашем городе, рядом. Это будет вас подталкивать к тому, чтобы вы росли, чтобы вы научились ставить и достигать какие-то маленькие цели. Это с маленьких целей все больше, больше, больше. Потом вы увидите, как вы быстро начинаете меняться, либо вы влюбитесь в то направление, в котором вы будете выступать. Сначала как любитель, потом, может, вы отдадитесь полностью, будете выступать как профессионал, и у вас будут расти ваши результаты, и вы будете на высоком топовом уровне, то есть кто знает. Главное пробовать себя, искать себя в любых направлениях. Только тогда вы будете знать, что вам нравится, что идет для вас, что не идет. И если вы любите то, что вы делаете, то обязательно будет результат от этого. Сам забег на высоком уровне, и те люди, которые рядом с тобой бегут, они тебя подталкивают, чтобы ты все больше, раз, быстрее бежал. Ты бежишь еле-еле за кем-то пристраиваешься, или там кто-то тебя догоняет, и ты уже не можешь остановиться, начинаешь набирать обороты и начинаешь с ним бежать. То есть ты увеличиваешь свое время, улучшаешь свои показатели. То есть надо стремиться к лучшим людям, надо заниматься с лучшими, и тогда вы будете быстро расти, и быстрыми темпами вы вырастите. Также необходимо развиваться и технически, набегать технику свою. Также надо информационно развиваться и повышать свой уровень знаний, который будет способствовать тому, чтобы вы хорошо подготавливались, вы устраивали какие-то тренировочные циклы, подготовительные. Также учитывали восстановление и много прочих нюансов, которые сюда будут входить. Всем пока, смотрите следующее видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки.